Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Что значит быть христианином? Это тоже самый вопрос, что и где проистекают, где протекают, проходят границы церкви. Мы уже этой теме посвятили целый цикл встреч и передач. И сегодня мы продолжим на эту тему говорить и будем сегодня, что называется, по возможности ближе к телу, ну то бишь ближе к нынешним реалиям современных христиан, к нынешним практикам. И говорить мы продолжаем с богословом, с философом, с отцом Сергием Креничем. Здравствуйте! И снова добрый день, отец Сергий. Отче, в прошлый раз мы закончили на теме того, что догматика в ее таком академическом варианте в принципе не востребована среди христиан, но она при этом нужна, потому что она, условно говоря, как некий указательный палец указывает на то, что в чаше, да, то, чему мы причащаемся, то, во что мы входим. Но мы прекрасно знаем, что есть огромное количество всякого рода ересей, расколов, которые с чашей, мягко говоря, вообще не связаны. Ну почему же? Всегда. Пристоит сказать, что всегда есть связь. Так, вот тогда я умолкаю, мне бы хотелось. Любой раскол, любая ересь в церкви, она евхаристична в своей сердцевине. Ну, понимаете, это вот к вопросу о профессионализме. Я боюсь просто, что телезрители не оценят, но заметьте, если мы говорим о воплощении Христа, то есть, вот знаете, какая нам разница, что там решили какие-то бородатые старцы в 4 веке. Мы вот с соседом в нарды играли вчера и решили, что Христос – Бог. Мы с этим согласились, и все, Христос – Бог. Кстати, тоже, заметьте, можем провести эксперимент, но только зрителей, я призываю, не повторять этого без страховки, и только если в паломничестве в далекие страны. Вот вы заходите в православный храм и спрашиваете, простите, а Христос – это кто? И вот это вот будет сразу поведение общины, то есть, сразу будет некая настороженность, а кто это пришел, а зачем? Ну, то есть, это нормальная, простите, человеческая такая, это не богословская, а общечеловеческая черта, кто это, что это, вы просите кто, вы с какой целью интересуетесь, то есть, вот так вот мы вам сразу не скажем, где у нас припрятан он на черный день. И вот если так спрашивать, а Христос – это кто? То, конечно, правильный ответ, что Христос – это и человек, и Бог. Но слишком часто говорят, что Христос – это Бог. Но если с чашей все в порядке, то к чаши мы приступаем, и нормально. Вот, заметьте, мы сдвинули, значит, в воплощение Христа сразу же, значит, сатериология, сатериология сразу же это же и литургика, потому что это, ну, закон веры – это закон молитвы. Лекс кредензи, лекс оранзи – древняя форма. И нельзя молиться неправильно, а веровать правильно. И наоборот, нельзя. То есть, это несовместимо, это будет противоречие. То есть, в какой-то момент это войдет в жесткий клинч, и тогда из этого надо будет выбираться. Либо так, либо так. То есть, если понимал правильно – это лучше, а вот если понимал неправильно, то вот как раз это риск услышать «я никогда не знал вас». То есть, мы же говорили «Господи, Господи», а понимали-то неправильно. Вот в связи с этим как раз хотелось бы вернуться к цитате, которую вы закончили в прошлый раз. Цитата первого послания к Коринфянам про причастие недостойное. Там же ведь контекст, опять же, такой, условно говоря, общинный. Там речь идет о том, что есть некие богачи, которые не ждут бедняков, условно говоря, с работ возвращающихся, съедают что повкуснее, быстрее набивают свое брюхо. И там апостол Павел-то как раз немножко выше говорит, что разве нет у вас домов, чтобы есть и пить? Ешьте и пейте тогда там. Потому что здесь нужно дорожить вот именно этой самой общинностью, семейственностью и ждать тех, кто не приходит, тех, кто задерживается. И дальше как раз произносится фраза, что те из вас, кто причащаются недостойно, ну то есть, соответственно, вот в таком пренебрежении к своему собрату, в такой своей нелюбви к члену церкви. Потому из вас многие болеют. У нас-то это сейчас превратно понимается фраза, что недостойно причащаться, это значит, прочитать вместо десяти молитв девять ко причастию, попаститься вместо трех. Я бы так не рубил, но в целом, да. Тут давайте сначала, значит, общий момент, а потом, если угодно, история из жизни, то будет и некий исповедальный момент. Значит, смотрите, если мы неправильно веруем, то мы неправильно понимаем все остальное. То есть, к примеру, мы приходим в общину, а нам говорят, вы знаете, Господь открывается нам в природе, поэтому мы путешествуем, смотрим на облака, залазим на горы, ныряем во впадины. Кто-то, такие моменты тоже есть, говорят, что Христос, не Христос, а Господь, он открывается в любви и, к примеру, можно через сексуальные практики. Давайте практиковать сексуальные практики. Вот смотрите, вот она, ошибка в мышлении, которая немедленно переходит в обшибку в практике. Дальше. Вот есть иконы, которые вот они помогают молитвой. И есть современные изводы, которые вообще не иконы. То есть, там нет языка, что вот как отцы на соборе сказали, что икона – это слово. То есть, икону надо читать, как мы читаем страницу в книге. А когда начинаются нам вот эти вот ми-ми-ми, так да, всякая недавно родившая мама, которая баюкает своего ребенка, она вот как-то вот таким цветом вечности подсвечена. И да, вот, пожалуйста. Но, с другой стороны, икона Богородицы, она имеет ряд отличий от просто. А если вот этого понимания нет, то мы наблюдаем уже репродукции всякие, когда просто вот удовольствие для глаза. Вот разглядывайтесь, как Толстой посетил, значит, посмотрел на Мадонну Рафаэля и сказал, ну, родила девка младенцу. Ну, и что? То есть, я это неоднократно уже видел, зачем вы мне это показываете? То есть, в этом случае, заметьте, опять ошибка в мышлении, ошибка в практике. А что вы так поете протяжно? И вот мы уже имеем оперу вместо пения знаменного, которая дает сосредоточиться на гимне. А почему вы читаете так неправильно? Ну, чтобы это не было театром одного актера. Представляете, Шестапсалме в исполнении артиста театра и кино. Да? Мнози восстают на мя, Господи! Мнози глагольт мне не спасение в Бозе! Восстань, Господи! Ну, то есть, и вот мы пришли помолиться, а видим вот стендап. Театральное представление. И, с другой стороны, к вопросу о пэтчворке и инклюзии, ведь это же, вот, моя точка зрения, что церковь, она и есть, вот, эта инклюзия, современная православная церковь и есть та самая инклюзия. Смотрите, у нас есть общины, где молятся подольше, есть общины, где молятся покороче, есть общины, где собираются и путешествуют, есть общины, где, наоборот, собираются и пьют чай. Есть общины, где приветствуются дискуссии долгие, есть что-то типа «проходи, не задерживай». Есть самые разные священники, которые там на исповеди человек проводит полчаса, выходит как из бани весь красный, как свекла обильно политая водой. Ну, вот, он только что заново родился, да. И, заметим, всегда надо спросить, накрещены ли вы, потому что, ну, это будет спрос не с человека, это же тоже важный момент. Это понятно, что Господь решает, но все-таки спрос будет и с других христиан. То есть, в этом случае, смотрите, опять община продолжается, вот эта община и отношение к человеку. Если при нас другого человека обманывают, вот наши действия какие. Вот в этом случае, смотрите, да, христианство всегда деятельно. Если мы на остановке стоим и видим объявление «мощный мордовский приворот», вот мы, как христиане, должны отойти и взгляд упереть вниз, или подойти и сорвать объявление. Ну, людей же обманывают. Ну, мы должны помочь, мы должны остановить хотя бы в малом, да. То есть, ну, понятно, что ни геноцид, ни убийство мы остановить не сможем, если нас просто рядом нет, но уж обман-то мы должны остановить. Если человек заблуждается, если человек приходит, ставит свечку, мы же должны ему объяснить, что не в свечке дело. Если человек приходит и говорит, я прочитал 300 акафистов прибавления ума, а по-прежнему не могу сдать ЕГЭ. Мы же должны ему объяснить, что нет прямой корреляции. И вот тут вот с нас будет спрос, если мы скажем, Господи, ну ты же его ведешь, ну его и веди. Вот как-то иной пойдет к гадалке и уверует, иной пойдет заниматься голоданием в Таиланд, сыроедением очень модным, и вернется с православным христианином. Такие вещи есть. И вот тут опять же вопрос, это мы все Господу отдаем или все-таки с нас тоже будет спрос? Потому что вот Господь говорит, я дал тебе момент проявиться как христианину. Вот момент проявиться как христианину, когда христианин, условно говоря, встает между Богом и другим христианином. Вот что страшит и печалует. И в этом порождение всех последующих вопросов. То есть, ну тот самый пресловутый вопрос, а судьи кто? Сам Господь небеса не разверзает, глаз своего не проявляет. Было бы так, было бы, конечно, удобно. Вот я исповедую, но потом небеса разверзаются, или купол храма. И оттуда мне на ухо шепчет, еретик. Вот, я говорю, извините, мне вот пришло, сказали. Мне больше нравится другая карикатура, когда монах едва уворачивается от молнии, то есть там прям под пятку пробивает такая стрелочка, и он так в небеса кричит, а ничего, что мы по громкой связи сейчас развернули. Вот это вот хорошо. Вот, и вот тут вот вопрос, который, значит, ну вот мы с вами до эфира обсудили. Мне бы очень хотелось, чтобы ответ богослову прозвучал. Значит, смотрел недавно диспут представителя ЛГБТ-движения с представителем церкви. И вот этот вот представитель, он говорит, смотрите, как у вас интересно. Вот как раз цитата, которую вы в том числе цитировали в одной из наших предыдущих передач. Что, значит, мужеложники, прелюбодеи, молоки, злоречивые, пьяницы, царство Божие не наследуют. Вот. При этом для, ну то есть в границах вашей церкви есть явные пьяницы, вот, есть даже какие-то общины, вот, для наркоманов. И... Для бывших. Вот. Вот где критерий. Да. Но алкоголики зачастую бывают небывшие. Они, может быть, с этим борются, приходят на исповедь, каются. Ну вот вы и назвали критерий. Но в очередной раз напиваются. Тут еще вопрос критерия вот этого самого покаяния. Потому что тут мы можем уйти в сторону понимания исповеди, что перечисление греха вовсе еще не является, там, скажем, как таковым покаянием и изменением, переменой. Человек просто понимает, что с точки зрения писания, вот то, что я делаю, плохо, но отказываться от этого я не буду, потому что это мне в удовольствие. Поэтому давайте соблюдем весь этикет. Я вам тут скажу, что это грех, но я отойду от исповеди и продолжу жить, как жил. Вот. И вот этот человек говорит, хорошо, вы для, там, для пьяниц, для тех, кто изменяет своим женам и мужьям. Да, вы накладываете на них эпитемью, но, там, скажем, отлучаете, может быть, их от причастия. Но в конечном итоге, если они вас просят, я церковь, вы им говорите, да, вы церковь, но церковь, находящаяся в стадии, там, скажем, покаяния. Почему не расширить, говорит он, границы и не впустить тогда туда и вот этих самых мужеложников и так далее, и так далее, и так далее. Вот как бы мы тогда сказали, вот кто судик, кто это определяет? Может быть, вот если бы сейчас Христос пришел, он бы пошел бы не к мытарям и не к блудницам, а пошел бы, там, не знаю, в какой-нибудь гейку обращаться. Ну, если бы это как бы было, вот оно бы, вот как бы было бы. Но в целом, да, смотрите, здесь фундаментальное различие в том, что мы всегда находимся в конкретной ситуации, а не в карикатуре. То есть вот это вот, что ваши догматы меня стискивают, ну, где они вас, стиск? Как только начали разбираться, случилось все, ой. И вот вы, значит, этих допускаете, а этих не допускаете. То есть вы ознакомились со всем миллиардом христиан, которых допустили и которых не допустили. Причем, заметим, христианин всегда отвечает за все. За инквизицию, за крестовые походы, за сергианство, за вот, а человек, который все это предъявляет, он как бы за предыдущую историю не отвечает. Он за Варфоломеевскую ночь, ну, где я, где Варфоломеевская ночь? Он за, там, Венский конгресс и за Первую и Вторую мировую, не-не-не, у меня же там даже не было. То есть вот это первый момент. Второй момент, это же, как правило, имеется в виду тот самый прайд, то есть гордость. То есть в этом случае, если человек приходит и говорит, я не могу справиться со страстью к винопитию, и в данный момент, конкретно сейчас, он обещает, что он бросит пить, он честно в это верит, у него нету скрещенных пальцев, камешка в ладони, еще каких-то вот моментов, когда человек не собирается держать данное слово, а он сейчас искренне обещает, что бросит, он допускается к причастию. Если же он не собирается бросать, то у нас есть чудесный православный внутренний анекдот про бабушку, которая приходит на исповедь с заламинированным списком грехов. Вот те, кто воцерковлен, они понимают, почему это смешно. А вот те, кто не понял, приходите в общину, мы вам расскажем. То есть в этом случае человек, который говорит, я сожалею, что я изменяю жене, я сожалею, что я пью, я сожалею, что я гей, Господи, помоги мне исправиться, я чувствую, что это неправильно, он к чаше спокойно допускается. Ну, с поправкой на колонии, где вот с мужеложниками несколько другая ситуация. Ну, и там тоже это возможно. И это не церковь делает, а церковь снисходит к немощам, как тех, которые вот, так и тех, которые говорят, я с ним теперь вот не буду из этой же чаши. И второй момент очень важный. Никто из них не собирается выйти на ООН и сказать, я пью и не хочу останавливаться. Да, я изменяю жене и буду это делать. И у меня камин-аут, я гей, и, в общем, я такой, вот добро его начну. В этом случае это болезни современного мира. Тут должна быть шутка про Олимпийские игры, которые, да, я астматик, да, я не умею плавать, и поэтому я поплыву на катере, а вы все поплывете так в бассейне, потому что у нас инклюзия и так далее. Ну, вот в этом плане, еще раз, это момент переживания того, трагедии. Что человек, он понимает, что это его отвлекает, что это его разрушает, что это... И в этом плане это, простите, опять же, требование общины. Нельзя просто надеть на себя мундир полковника десантных войск. Ну, потому что он красивый, шит хорошо, мне нравится. Нет, надо иметь к этому отношение. Нельзя просто носить мундир летчика, костюм стюардессы, там, ну и так далее. Надо соответствовать. В этом плане, судей кто, вот вам история исповедальная, которую я анонсировал. То есть я служил на Светлую Седмицу, и я же исповедовал поэтому я так уверенно эту историю рассказываю. И приходит человек, который, вот я, значит, выхожу с чашей, и он к чаше подходит. Я говорю, ну, вас же на исповеди не было. Он говорит, а есть канон о том, что вот сейчас у нас Светлая Седмица, а в прошлом году как раз Георгий Петоносец память приходилась на Светлую Седмицу. На Светлую Седмицу подходит к причастию без исповеди. И я отказался его прочищать, потому что, ну, я же не знаю, крещён ли человек вообще. То есть если, ну, у меня нет духовных дарований, я об этом совершенно спокойно рассказываю. Если вы поставите передо мной 10 человек и скажете, два из них не крещённые, скажите, кто? Я не справлюсь. Если передо мной поставят троих человек и скажут, двое из них пили после полуночи воду, а мы помним про евхаристический пост, полуночи не есть и не пить, да? Или там вот, а вот этот вот постился два дня, я их на вот визуально не узнаю. И поэтому я знаю про канон, который действительно так разрешает. Ну, это тоже вот бич нашего времени про скидки, потому что вот есть православные круглосуточные каналы, с чем я тоже неоднократно сталкивался. Вот, значит, на Светлой Седмице можно причащаться прям сразу. Подходи и причащайся. Простите, я, моя христианская совесть, вот человек впал в неистовство, написал на меня жалобу в епархию, что требует извержения меня из сана к вопросу о том, о суде и кто. То есть это жирные попы вот так вот загородились, сказали нет, только через кассу, только через... Я же всего лишь хотел спросить, вы крещены, вы, соответственно, на Пасху причащались, вы постились, потому что вот эти вот Светлые Седмицы, это все-таки не моменты черной пятницы в торговом центре, что вот у нас есть, конечно, правила, но сегодня эти правила отменяются. Они, в первую очередь, для тех, кто постился все 40 дней, кто постится регулярно в среду и пятницу, и тогда на Светлой Седмице, конечно, правила снимаются. И то, заметим, это пэтчворк церковь, и есть священники, которые говорят, мы детей исповедуем с пяти лет. Он уже разговаривает, он уже понимает, что нельзя воровать леденцы из серванта. Пусть исповедуются, хотя церковь, говорит, с семи лет. Есть те, которые говорят, что пил водички, ну, слушай, ну что ты, ты воды не можешь не пить шесть часов подряд. Ну, какую дисциплину научись сначала себя вести, потом приходи к чаше. И есть те, которые говорят, да приходите все, пожалуйста, и, кстати, про догматику ни слова, но вот если мы приходим в общину, мы опять возвращаемся к общине, вот мы вас не знаем. Я должен был спросить по моему пастырскому разумению ситуации, хотя я недавно рукоположен, надо было спросить, вы крещены, вы постились в Великий Пост, вы на Пасху причащались, и тогда, собственно, если да, крещен, да, Великий Пост постился, да, то есть вот, опять же, я как священник не могу не предупредить. Но это не тема разговора во время причастия, то есть перечащи, это надо говорить, что ждать до. Дальше человек, я закончу, впал в неистовство, начал фотографировать, что типа сейчас я еще здесь фотофиксацию оставлю, на что я ему говорю, я для вас сфотографируюсь, я сейчас выйду, но, пожалуйста, не снимайте прямо сейчас, потому что момент причастия все-таки он момент интимный, вот это тоже важный момент отношения к ближнему. Случается, ну, простите, что люди плачут, вот у него сейчас такой религиозный опыт, вот если я, к примеру, плачу по каким-то моментам, я бы не хотел, чтобы в этот момент меня снимали, вне зависимости от того, где я, даже в людном месте, даже если вот, если мы в публичном месте, то снимать можно вообще всех, ну, простите, иногда взгляд можно и отвести. И даже следует воспитанному человеку так, а у кого-то выпадает вставная челюсть, такое тоже бывает. Ну, наверное, давайте мы человека не будем снимать в этот момент, а у кого-то скользнула сумочка, у кого-то там мало ли что еще, вот в этот момент меня, пожалуйста, но человек не внял, сфотографировал, отправился в епархию, написал на меня жалобу, что меня надо извернуть и сам, к вопросу о том, кто в церкви кого судит и кто... Ну, мы сейчас живем вообще в удивительную эпоху, когда священник, наверное, самое бесправное сословие внутри церкви, да, то потому что на него могут написать кляузу миряне, и они вдруг в какой-то момент это поняли как некое свое право, вот, что, типа, я пришел, я заказываю музыку, сделай мне красиво, вот, а если не делаешь, то будь добр, отойди в сторону, сейчас мы к более высокому начальству обратимся, там, и так далее. И, конечно, в этот момент священник, условно говоря, единственный, кто может, ну, хотя бы отстаивать здравомыслие, уж я и молчу про догматику. Хотел поговорить о канонах. Вот. Но возвращаясь к теме канонов просто, вот, очень часто слышится такой, такая горечь в словах людей, да, вот, у меня муж, там, например, католик, могу ли я о нем молиться? Мы говорим, да, дома, пожалуйста, но вот общиной, там, приходом мы о нем молиться не можем. И для людей это прям очень серьезная такая, при этом совершенно другая история возникает, и, насколько я понимаю, там, у тех же протестантов, католиков, у них и такого жесткого следования, вот, по крайней мере, в данном случае, каноном, которые разделяют одних от других. Мне иногда вообще напоминает эту историю, вот, там, был какой-то советский старый мультик, сказка про то, что мальчик там неправильно уточек посчитал и разделил утята с мамой. Вот они через одну дорогу кричат и друг к другу пробиться не могут. Вот как бы мы разрешали, понятно, что мы должны следовать канонам, никто не говорит о том, что мы должны сейчас их потоптать и пренебречь, но как бы мы тогда утешили таких людей? Когда они переживают... Господь ищет нас спасти. То есть, в этом случае есть разные способы. Опять же, давайте не будем делать вид, что у церкви есть всего одна молитва, и она читается вот здесь, и иначе никак. То есть, в данном случае у нас есть разные моменты в эпохе, но, к примеру, пресловутая молитва по соглашению. То есть, что это? Это, в общем-то, Екатиньяр ЦМВСИ, где, если вот, опять же, это тоже не тайна, найдите в этом нашем интернете ссылку на служебник, открываете литургию Златоуста, и там видите, там, где двое-трое собраны во имя Мое, и прошение по дате обещавой. Вот из-за этого вот прошения по дате обещавой, три слова, рождается молитва по соглашению, где люди просто договариваются, что они в 10 утра, в 9 утра, в 11 утра будут читать вот это за, к примеру, там, вот зависимых, за ближних, за детей. То есть, мамочки скоординировались, и это же хорошо, и они молятся о детях, или молятся, чтобы не было войны. Почему бы не помолиться, чтобы не было войны? Ну, и церковь, никто из тех, кто читает молитвы по соглашению, анафемства он не был. Хотя это, в общем-то, сильный новодел. И даже, если сказать, это дух эпохи, такая вера, будто если мы с вами, скорее, оперируемся и в 10 утра выйдем не на площадь, а выйдем в твиттер, скажем, это самое, Рязань готова, Самара на проводе, Москва здесь, начинаем. Ну, и слава Богу. То есть, вот, пожалуйста. И в этот, когда не перед чашей, когда не в храме, можно о ком угодно вообще. Об атеисте, чтобы он обратился, о католике, потому что мы за него волнуемся, о сатанисте, потому что он заблуждается, и молитва верных, мы верим в силу молитвы, и мы призываем Господа, чтобы он... Другое дело, что в храме есть момент, где мы молимся за... То есть, опять же, вот эта вот структура, это человеческая. Это не богословская, раз, потому что, ну вот, а у меня вот сейчас вот действительно кто-то умер, и все полтора часа я молюсь об умершем. Но есть же о путешествующих, о начальствующих, а... Ну, ты же здесь не один. И это, кстати, человек тоже вытаскивает, потому что человек оставить наедине, он там так замаринуется, либо в своих мечтаниях, либо в своих горестях. А тут, когда есть община, которая вот... Как раз и говорит, что мы здесь ради чаши, и мы идем за Христом, то и тот тонкий момент, и священник тоже может сказать, что вот, вы знаете, вот я бы сейчас вам не рекомендовал причащаться. Хотя есть и разъяснение, что священник вовсе не запрещает причащаться, и он никого там на год отлучить не может. Ну, не может просто священник такой. И священник это знает. И размахивает жалобой, что допустите меня, а не то, вот я на вас нажалуюсь. Ну, как бы... В этом плане, опять же, община, чаша. И, заметим, без доктрины нет общины. Мы собираемся здесь ради чего? Ради познания Господа, ради умных речей, ради того, чтобы слайды посмотреть, или ради того, чтобы найти себе спутника? Когда мы говорим про общину, мы имеем в виду общину локальную, какого-то конкретного прихода, или же все-таки всех от века православных христиан? Ну, во-первых, об этом церковь и напоминает, то есть молимся о всех прежде усопших, и сде, ныне наимпоминаемых православных христиан. Соответственно... То есть это вот те, кто за нами, вот со всем их опытом, и вот тут, кстати, опять мы попадаем в догматику. Вот они молились с иконами, молились без икон, они сотрудничали, они не сотрудничали. Вот это вот знаменитое предложение одного из арианских ересиархов – дай мне империю без еретиков, и я, соответственно, дам тебе империю без конца. Он так императору позволил себе сказать. Ну и где сейчас Ариане? Хотя вот проект-то был. Эти молились с иконами, эти молились долго, эти спасались в одиночку, эти в общине, эти спасались коротко, эти переводили на языки, эти не переводили на языки. И вот этот опыт, он не обесценивается. И то же самое об оглашенных. Вот много ли у нас на конкретном приходе оглашенных? Но и к тени об оглашенных она же не выкидывается. И мы напоминаем себе, что наш опыт – это пищевые. Это те, кто готовится к крещению. Я задам тоже вопрос. У нас, правда, совсем немного времени, если… И у меня есть маленькая цитата, вот, чтобы закончить. По возможности, да, коротко. Как вы оцениваете события с Константинопольским патриархатом нынешние? У нас нету сведений просто об этом. Ну, в смысле, мы вот разошлись вообще по какой-то чепухе. Вообще там не догматика. А вот то, что мы объясняем в курсе сравнительного богословия о разделении католиков и православных в 1054 году, это, простите, если кто понимает, если… Ну, об этом мы тоже можем поговорить, но если кратко, то это политический момент. И все понимали, что, да ладно, да, это частный момент, который случился между, там, из-за недопонимания, из-за половой невоздержанности тогдашнего императора, и что анафемы – это политика. Тогда пришел здесь церковь. И была мечта, пока крестоносцы не разграбили Константинополь. И вот тут-то с этой мечтой пришлось попрощаться интеллигенции с обеих сторон. То есть где была догматика в разграблении Константинополя? Не было там догматики. Это как раз вот сказали, нет, вы не здесь, вы не с нами, мы сейчас у вас все вот это вот изымем. И вот тогда, да. И то, что эти анафематизмы были сняты в 20 веке, ну, как бы, уже ничего вернуть не могло. То есть, еще раз, смотрите, 1054 год – раскол, а разграбление Константинополя – 13 век. То есть 200 лет люди еще надеялись, что как-то где-то. Вот то же самое и сейчас мы можем об этом говорить, потому что у нас есть хроники. Лет через 300, ну, хорошо, с электронной эрой, если Господь не устроит апокалипсис в суд миру, мы будем располагать полным комплектом документов, кто кого куда послал, кто кому чего сказал, а пока говорить об этом мы не можем. То есть если кто-то говорит, что, вы знаете, это… Какая-то цитата отец Сергий, совсем 10 секунд у нас остается. А про общину, не про догматику, а про жизнь в христианстве. Притчи 27-17, три разных перевода, но уж очень милых моему сердцу. «Железо, железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Железо оттачивается железом, а человек – другими людьми. И, наконец, а железо точат люди железные ножи, так же и друг способствует развитию твоего разума». Вот это про общину и про чашу. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Спасибо за то, что были с нами. Храни Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!